Всем привет! С вами Алис Каноперлаб. Сегодня о луканах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы. Видим... Ну, кинотеатр сегодня опять немножко странный. Вот Оксане Шевченко понравилась эта фраза. Какой-то странный сегодня кинотеатр. Пишет спасибо, Алекс. Ну что, давайте разбираться, что же произошло. Мы видим, вот здесь вот в правой части, да, между тремя и пяти часами произошла довольно-таки такая серьезная вспышка. Видно, что выброс есть, но он не направлен в сторону нашей планеты. То есть, это куда-то перпендикулярное направление нашей планеты все находится. Ну вот, что интересно, что вот это вот в районе девяти-десяти часов тоже здесь мы видим такая аккуратненькая вспышечка. Кстати, вот как раз планета здесь какая-то передвигается, да, и прямо в нее направлено, да, пытается. Вот видно, да. Ну, в общем-то, это все довольно-таки мелкое. Давайте посмотрим последний кадр. Ну вот последний кадр показывает, что да, в эту сторону вот такой серьезный выброс произошел. Так, идем дальше. Теперь давайте посмотрим, что приборы показывают. Приборы показывают, что был M1.11, то есть неожиданно, да, то есть вероятности снижались. И вот теперь вот C-класс 90%, M-класс 15% и X-класс 1%. Какая же зона вызвала эта M1.11? Получается, 34.05, это как раз уже отворачивающаяся от нас зона. А вот что интересно, это вот посмотреть зоны 34.13. Вот здесь с прочерком какая-то зона, которая C вспышечку дала. Давайте посмотрим, что на нашем светиле нового. Ну, 34.15 дали номер вот этому группе пятен новой активной зоны. А так особо изменений нет. Ну, 34.05 видно, что вот оно уже готово скоро отвернуться сюда из зоны нашей видимости. Давайте посмотрим статистику. У нас 9 активных зон и 19 всего пятен. То есть какое-то очень такое низкое соотношение сейчас в настоящий момент. Интересный вопрос пишет юзер XE8. Добрый день, Алекс. Хочется спросить, верите ли вы, что переполисовка Земли случится до 2036 года и впоследствии сдует атмосферу Земли и человечество вымрет? Смотрел обращение Гена Челокяна и даже не знаю, стоит ли мне готовиться, занимать, так скажем, лучшие места. Да, тема все-таки серьезная. Всем здоровья и счастья в наше активное время. Ну, если вы хотите узнать мою точку зрения, то вот эта вся суета, которая сейчас затеялась, она будет успешной для этих людей. И вот когда они начнут пожинать уже как бы плоды, сидеть на лаврах, уже знаете, такие готовые там стать практически что-то типа святыми, тут раз и произойдет вот эта вот штука. Знаете, что произойдет? Тут произойдет на солнце, как будто взрыв сверхновый. И, соответственно, в результате этого все, что было электрические приборы, все сети, все сгорит. Все абсолютно сгорит. Ну, как правило, обычные люди выживают, которые в этот момент находились, проживали под землей, в пещерах, скорее всего. Кто проживает в пещерах, тех вариантов будет гораздо больше. Ну и, соответственно, в этот же момент и происходит переполисовка. И как раз вот этот вот момент, он нужен для чего? Потому что планета, видно, что у нее, как говорится, бока кое-какие обгорают. Это там Сахар, вот Аравийский полуостров, все прочее там. В Южной и Северной Америке тоже зоны такие. И периодически их надо менять. Да, а кое-где ледяные шапки, так как Антарктида, Гренландия, допустим. И, соответственно, происходит смена мест расположения. Такой небольшой полуоборот, скорее всего, произойдется. Не полный оборот, а полуоборот. И, соответственно, могут поменяться там моря, потому что было смещение, происходить где-то подъемы, где-то спуски. Поэтому вот рядом с Новой Зеландией мы видим зону, где четко был континент, где есть каньоны, где есть следы рек и все прочее интересное. Вот это очень-очень многое объясняет. Надеюсь, вам понятна моя точка зрения. А почему победят эти люди? Потому что большинство людей на планете, они не хотят заниматься собой, понимаете? Они отдают право управлять собой, другим людям. Добровольно, даже не пытаясь. Нисколько. И таких людей больше 90% в целом. Вот так вот. Так, давайте посмотрим, что у нас с дырами на Солнце. Ничего нет практически. Ну, здесь какое-то могло возникнуть, но видно, что не дает сейчас. И вот эти две активные зоны здесь довольно-таки хорошо сияют. Смотрите, здесь какие у них. Мощные арочки такие возникают. То есть посмотрим, что из этого выйдет в итоге, когда повернется в сторону нашей планеты. Ну, а мы теперь вернемся на нашу планету, посмотрим геомагнитную обстановку. Все в салатовой зоне, все хорошо. Прогноз тоже прекрасный, никаких вопросов нет. Так, теперь по вулканам. 59 вулканов у нас при норме 40, так и сохраняется такая повышенная активность. Что интересного? Вулкан Демпа утром 21 августа в вершинном кратере произошел взрыв. И оттуда вырвались внезапно плотные струи светлой и темно-серого пепла и камни, смешанные с белым паром. Ну, вы, наверное, видели, что в этот момент на гребне кратера находился какой-то смельчак, который нисколько не смутил то, что происходит. Он достал телефон и сделал такой отличный репортаж, то есть устроился поудобней. Ну, как бы в здравом уме люди обычно, когда видят, что что-то такое происходит в кратере, они как можно больше используют количество мышечных волокон своих и несутся сломя голову вниз по склону, пытаясь хоть как-то обезопасить себя. А здесь, видите, какое-то другое поведение и все обошлось. Что самое интересное, что все обошлось. Так, переходим теперь к разбору сейсмичности. 44 землетрясения крупных у нас остается за неделю. Что интересного за последние сутки? Принур М50. Что интересного за последние сутки? Вот, пожалуйста, Азербайджан 4,8 на глубине 55 километров. То есть Южный Азербайджан практически в Каспийском море, я так понимаю, произошло это землетрясение. Ну, напишите тогда, как ощущалось, потому что, судя по всему, такая средняя глубина 55 километров должно ощущаться хорошо на большом расстоянии. С другой стороны, магнитуда небольшая, вот, может быть, и не ощущалось. Затем в Индии 4,8 на глубине 34,2 километра, затем 4,9 на глубине 407 километров в Фиджи регион и 4,9 на глубине 41,5 километров. Это Новая Зеландия. Давайте в Америку посмотрим, американская база данных, что здесь на Аляске, вот здесь вот у нас 3,2 на глубине 104 километров. Ну, плотность такая продолжается, да, вот в направлении сюда, в сторону Оливудских островов. Здесь вот 3,2 на глубине 35 километров, 3,2 на 25 километров, 3,8 на глубине 70 километров и 3,8 на 76 километров глубина. У нас на Гавайских островах неспокойно, да, на глубине 30 километров, вот 3,0 произошло, плюс много двоечек. Здесь у нас ребятки продолжают добывать золото, где-то происходит это раз в две недели, вот опять М2,2, а в штате Вашингтон 700 метров над уровнем моря. То есть, они, получается, взрывают какую-то гору и затем две недели там копошатся, что-то намывают, там золотишко, да, потом, видать, переходят к следующему этапу, опять взрывают. Их это не волнует, там, какие там заботы, что там, экология, абсолютно. 2,7, на глубине 7,8 километров, там же в Вашингтоне, и вот это уже в океане 2,3 на глубине 5 километров, такая интересная серия. Вот эти Орегонцы или Калифорния, это Калифорния 3,1 на глубине 15 километров, в Южной Калифорнии тоже мы видим активность продолжается, 4,0 в Нью-Мексико на глубине 7,9 километров, затем в Оклахоме 2,0 на глубине 19 километров, 2,5 в Небраске на глубине 9,7 километров, и 2,6 вот здесь вот в Миссури теперь штат, штат Миссури 1,7 километров глубина. Но вот здесь вот как бы возможно довольно-таки крупные землетрясения, вот эта регулярная сейсмичность, которую мы наблюдаем, может быть, что-то является предвестником. Давайте посмотрим теперь, Пуэрто-Рико 3,9 на глубине 25 километров, Доминканская Республика 3,5 на глубине 132 километра, и еще две двойки есть в этом регионе. Ну что, переходим к европейской базе данных. Примерно так же располагается активность, вот здесь у нас Азорские острова, Гибралтар, границы Италии и Франции. Ну вот необычно, смотрите, опять в проливе Ла-Манш практически, вот здесь землетрясение на северо-западе Франции, вот небольшое, маленькое землетрясение, в том месте, где я живу. То есть у нас здесь сейсмическая энергия тоже ходит. Смотрите, у нас в Польше, пожалуйста, центральная Украина двоечка здесь, да. Получается, Венгрия. В Венгрии тоже землетрясение, да. В Болгарии. Вот в Восточной Европе сейчас как бы необычный расклад, да. То есть не совсем так. То есть если в западной все там, можно сказать, предсказуемо, то здесь не совсем. Южная Италия, вот Греция, вот здесь очень концентрированно расположилась около Крита, запад Турции. Опять вот у нас, судя по всему, четверка в этой семерке происходит, то есть тоже активность не снижается. На востоке Турции, рядом с Арменией, вот в Азербайджане здесь 4,5 на вьюжном. Так, Южный Тибет. Здесь тоже такая серия, четверка, довольно-таки высокая. И, скорее всего, две четверки здесь происходят. И в Восточной Индии тоже есть. Так, Южная Сибирь, вроде бы как ничего нет, Средняя Азербайджан. Вот у нас на Альвудских островах, Камчатка, Курилы молчат. Япония у нас здесь на севере острова. Ханцю четверка. Так, давайте сейчас пойдем. Теперь Филиппины. Филиппины у нас на севере, вот здесь неглубокие землетрясения. На юге отдавалось, здесь чуть крупнее. И глубины разные мы наблюдаем. Так, давайте так через Африку пойдем. Вот у нас на севере Южной Африки, у Притории, где-то вот почти троечка произошла, магнитуда такая. Затем на юг от Суматры мы видим, вдоль Явы небольшие землетрясения. Здесь восточные Донезии, включая Сулавеси. Здесь у Амбона тоже есть неглубокая сейсмичность. Видите, в Южной Австралии здесь продолжается, да, активность Папуа, Новая Гвинея здесь глубокая. Южнее Вануата тоже глубокие землетрясения. И вот такая вот череда сверхглубоких землетрясений идет в сторону Новой Зеландии. Ну и плюс вот пятерочка у островов Кермандек. Сама Новая Зеландия, давайте проверим, то ли она молчит, то ли это пытается европейская карта, база данных скрыть активность. Да, была попытка, но мы ее разгадали. Мы видим, что здесь два глубоких землетрясения и два неглубоких землетрясения. Так, ну что, опять перезагружать. Так, идем, идем. Теперь посмотрим. На Америку здесь не меняется ничего. В Вашингтоне мы видим, да, активность. Небраска сюда, Миссурия, Оклахома, на границе Нью-Мексико и Техасе. Ну, Калифорния в основном сюда заходит и в Мексику. Тоже активность. В самой Мексике классическая, около Калимы, Акапулька, ну, здесь средней глубины Парикутина в районе, средней глубины, вот здесь континентальной части Мексики, четверки в основном. У Никарагуа, вот здесь серия на запад, да, Панама на север и на юге, кстати, вот здесь вот рядом с Колумби тоже продолжается история, не затухает пока. Так, Гаити, Доминикана, Пуэрто-Рико, Британский остров, все неглубокое и небольшое. На севере Перу что-то выросла активность, смотрите, здесь, получается, три четверки, на границе Чили и Аргентины. Классический расклад, глубокий в Аргентине, здесь в горах средней глубины, на побережье в океане неглубокое. Ну, и то же самое у нас в средней части Чили. Сынвичево острова вроде бы как помалкивают. Давайте посмотрим Швейцарии, ну, ничего, здесь какие-то мелкие 0,8, 1,1, 0,7. Такая сейсмичность очень-очень ограничена. Так, теперь монитор землетрясений. Согласно монитору у нас 137 землетрясений, магнитуры 2 и выше при норме 150, то есть чуть-чуть ниже нормы. В Исландии у нас вулкан Гримси 3,1 на глубине 10 километров, и еще там же и двоечка 2,9 на глубине 16 километров. Так, ну, это Фаяль, здесь вулкан Фаяль, Азорские острова, все классические. Почему-то здесь вот нет в мониторе вот этих землетрясений в проливе Ла-Манш, нет Гибралтара. Но зато вот это польское землетрясение 4,1 на глубине 8 километров. В Венгрии 3,5 на глубине 10 километров. Почему-то нет вот здесь в центре Украины землетрясения. Вот такие разночтения, да. Болгария 3,1 на глубине 6 километров, а вот Украины нет. То есть Венгрия, Польша, Болгария, все есть, а вот Украина почему-то в монитор не попал. Крит 3,3 на глубине 12 километров. Да, вот смотрим вот здесь вот. Здесь 3,2 на глубине 7 километров. Нас интересует 4,6 на глубине 17 километров. Довольно чувствительное землетрясение. Связывают с Аданой. Ну, то есть все в том же самом регионе. Ну, есть и южнее, вот здесь в Сирии 3,6 на глубине 7 километров. И вулкан Шарат Кувакап. Вот этого вулкана не было точно. Так что у нас новый вулкан. Видите, сколько времени прошло, и мы все еще находим новые вулканы, которые, ну, такие спящие, дремлющие. Азербайджан 4,8,55 километров, 4,5,35 километров и 4,8,35 километров. Вы видите, зато здесь в Азербайджане выдал сразу 3 землетрясения. Хотя остальные базы выдавали только одно землетрясение. То есть он вместо Украины в Азербайджан все выдал. Тибет 4,2 на глубине 10 километров. Индия 4,8,34 километра. И Тибет 4,6 на глубине 24 километра. Ну, и южнее, вот здесь вот Мьянман 2,9 на глубине 10 километров. Так, давайте глянем. Южная Сибирь здесь есть. Кемерская область 3,8 на глубине 10 километров. Хакасия 3,2 на глубине 10 километров. Сибирское отделение рада сообщать. И Моголия 3,9 на глубине 10 километров. То есть троечки у нас вдоль Альвудских островов. 4,8 это средней глубины. Здесь Япония. Ну, вот здесь вулкан Тувада. А вот что-то Тувада-то я и не помню. Вы помните? Мне кажется, что тоже новый вулкан. Но, как правило, они по парам и идут. Да, вот все случаи происходят, как говорится. Закон парных случаев. Так, Северная Филиппина. Здесь троечка. Мы не глубокие видели, да. На Европейской базе данных. 4,5 на глубине. 55 километров. Маловское море. Здесь вулкан Бнуауху. Но этот был уже. И вулкан Аву. Тоже здесь архипелок Санги. 4,3 на глубине 17 километров. Плюс три тройки там удавал. В Сулавесе. 3,7 на глубине 10 километров. Здесь Макасар. 4,0 на запад от Симатры. 57 километров глубина. 3,6 на 28 километров. Вулкан Пата. Но этот был. Так, на юг от Ява. Здесь 3,3 на 10 километрах. 3,061 километра. Здесь 3,2 на Сумба. Тимор. 3,2 на глубине 29 километров. Вулкан Сирунг. Тоже был. Море Банда. 4,1 на 20 километров. У Амбона. Здесь 3,3 на глубине 10 километров. Вулкан Ибу. Ибу известный вулкан. Так. 4,4 на глубине 230 километров. 4,2 на 169 километров. Это Папуа. Вот здесь Вануату. 4,5 на 161 километр. Ну, вот эти все сверхглубокие. Здесь Фиджи. 4,48 километров. Вот здесь на север. 4,3 на 439 километров. А вот здесь 5,2 на Кермандеке. 47 километров. Глубина. Вулкан Макале. Ну, Макале был. Так. Новой Зеландии. Смотрим теперь. 3,3 на 12 километров. Вулкан Тангаро. Ну, это был раньше вулкан. Но просто интересно, что... Ну, 3,0 на глубине 230 километров. Что не связано здесь с супервулканом Таупа в этом выпуске. 3,4 на 159 километров. И Южный остров 3,4 на 159 километров. Ну, практически в проливе. Так. Южная Австралия. 2,7 на глубине 5 километров. Антарктида. Ничего нет. Южная Африка. Смотрим. 3,1 на глубине 10 километров. Недалеко от Претории. Так. Ну, это Аляска Южная. 3,2 на глубине 100,4 километра. Сиэтл. 2,7 на глубине 7 километров. Здесь, кстати, вулкан Рейнир. И смотрите, расстояние-то всего 9,9 километров. А Рейнир это еще та гора. Понимаете? Если она рванет, там очень-очень хороший бах возможен. Там в штате Вашингтон. Она очень красивая гора. Она, понимаете? Она стоит в такой классический конус вулканический. Да? И он где-то километров за 50 там от Сиэтла. И такая часто покрыт снегом. Там ледники сияющие. Такая просто красота. Супер. Особенно, когда там осень. Такие вот снимки. Так. 3,3 на глубине 15 километров. Но, видите, золотишко не попало в монитор землетрясения. Не знаю почему. 4,0 на глубине 9,73 километра. Нью-Мексико 4,0 8 километров. Да? И вот это Небраска 2,9 на глубине 10 километров. Так. А вам хотелось бы жить в Небраске? Вот. У меня большой вопрос бы возник. Если бы даже мне там какое-то супер рабочее место сделали. 4,0 на глубине 3 километра. Вулкан Калима. Но вот об этом мы и говорили, что у Калимы здесь активность уже несколько недель такая стабильная. Здесь вот 4,1 на глубине 12 километров. Да. У Акапульки здесь. Так. Вот у Оксака 4,386 километров. На юге 4,0 142 километра. Ну и в заливе здесь 4,0 на глубине 4 километра. Так. Никарагуа 3,0 34 километра. Ну и вот здесь вот от Гаити до Пуэрто-Рико мы видим такой серии троек. Мы разобрали это уже. Север Перу 4,0 24 километра. Интересно. Да. Вот обычно здесь уже сверхглубокие бывают. Это как бы сельва, да. Амазонская получается. Но видно, что здесь тоже не глубокие. Вот. Так. Перу 4,0. 4,1 29 километров. Теперь северное. Антофагастово 4,8 на глубине 117 километров. Ну вот средней глубины. Здесь глубокие со стороны Аргентины. Вла-Сирена 3,4 64 километра глубина. Ну вот здесь Аргентина 3,1 3,0 99 километров. 3,0 111. 3,2 122. Примерно-примерно одинаковая глубина. И вот здесь гора Аканкагуа находится. Чили 2,7 на глубине. Дальше южнее, да. 2,7 на глубине там 12 километров. И в общем-то все на этом. Так что давайте подводить итоги. Мне кажется, наибольшее внимание здесь следует обратить на вот эту... Северную, во-первых, в Восточной Европе. Что происходит. И было ли нет в Украине землетрясения. Напишите, ребята. Там, может быть, какие-то локальные данные есть. И вот здесь вот Южный Каспий. Южный Каспий, смотрите. Здесь неспокойно. И со стороны вот здесь северо-восточного Ирана. И здесь со стороны Азербайджана тоже. Мне кажется, там какие-то... Ну, вы помните, здесь Туркминбаши тоже была пятерочка, да, на прошлой неделе. Так что там что-то не то происходит. Ну, точнее, там какие-то процессы происходят, о которых мы узнаем чуть позже. Ну, а с вами был Алекс, канал Берилабжа. Отличного упражнения.